Любой человек, который претендует на то, чтобы его называли человеком культурным, должен вместе с разными характеристиками, должен обладать главными, на мой взгляд, очень важными вещами. Первое. Мы должны знать родной язык. Всем нам необходимо знать родной язык, чтобы не потерять свои корни, но не менее значимо пополнять свой словарный запас, в том числе обогащая его различными иностранными словами. Согласитесь, сложно расширять свой кругозор, налаживать культурные и деловые связи с другими государствами, не зная языков. Все знают язык «лоу». Что это? То есть? Лахи? Аутлайд. Да? Хорошо. Русский изобилует заимствованными словами. Новая лексика приходила из тех государским. Наша страна поддерживала плотные политические, экономические и культурные связи. Или даже вступала в военные конфликты. В нашем веке иностранные слова активно приходят из социальных сетей интернета. Загуглить, ретвитнуть, френдлить, фоловить – незаметно для нас самих же. Эти глаголы уже плотно закрепились в разговорной речи. Прежде всего, когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я ориентировалась, конечно же, на аудиторию. И мне кажется, сегодня нет такого школьника, который бы не использовал социальные сети. Конечно, сегодня, мне кажется, главное вынесет то, что в русском языке очень много английских слов. И связано это как раз таки с социальными сетями. И плюс они узнают, как это использовать в свою пользу и внедрить в жизнь. А еще директор лингвистического центра СКГА рассказала ребятам о ресурсах, которыми можно пользоваться при переводе иностранных текстов. В них есть даже те слова, что редко встречаются в разговорной речи. Сама Файруз Акбаева в совершенстве владеет несколькими иностранными языками. Кстати, до возвращения в родную Карачао-Черкесию она преподавала в Париже французам английским. Теперь готова делиться своими знаниями с земляками. На самом деле, это очень-очень хорошо, что в нашей школе есть возможность проводить такие интересные мероприятия. Так как, в первую очередь, это важно для нас. Мы узнаем много нового. Сегодня мы узнали, что многие слова пришли к нам из английского языка. Сама эта встреча прошла в рамках масштабной образовательной программы Российского общества знания. К слову, председателем Карачао-Черкесского отделения этого просветительского движения является ректор СКГА Руслан Качкаров. По его приглашению в нашей республике уже побывали многие известные ученые. Эти все мероприятия, они, я надеюсь, полезны и не только для молодежи. Мы в перспективе программы деятельности нашей регионального общества знания. Это встреча с разными трудовыми коллективами, со всеми слоями населения, которые находятся на территории Карачао-Черкесии. По совершенно разным спектрам деятельности, по совершенно разным вопросам, начиная от юриспруденции, заканчивая физикой, математикой, различными сферами науки и жизни человеческой деятельности. Общество знания продолжает свой просветительский марафон по всей стране. Благодаря таким лекциям жители республики получают уникальную возможность узнать о достижениях в науке, искусстве, спорте и других сферах нашей жизни, так сказать, из первых уст. Фатима Куршева, Назир Капышев, РХС-24.